Снова приветствую вас, дорогие братья, сёстры, все те, которые нас слушают, сети интернет. Вы понимаете, так получилось, что и вчера вечером, и сегодня выпала вот такая честь мне послужить Словом Божьим. Я вот вспомнил одну такую юмористическую историю, как-то проповедник прочитает проповедь, ну и один из членов церкви засыпает. А проповедник обращается вот к пресвитеру и говорит, ну что ты смотришь, разбуди его. А пресвитер говорит, ну сам усыпил, сам обуди. Но для того, чтобы у нас сегодня не повторилось нечто подобное, я постараюсь завершить свою проповедь прежде, чем кто-то из вас уснёт или заснёт. Хорошо, сегодняшняя наша тема называется «Ультиматум Богу» или ещё точнее «Пророк, который поставил ультиматум Богу». Интересно, да звучит? Вы когда-либо кому-то ультиматум ставили или нет? Много раз, да, наверное, да? Вот если так, если ты хочешь, то смотри, вот мои требования. Вот такие, да? А пытались ли вы поставить ультиматум Богу? Наверное, сложнее, да, ответить на данный вопрос? Да. Но мы сегодня поговорим об одном пророке, который всё-таки решился на подобный поступок, на подобный шаг. С первого прочтения оно так как-то не бросается в глаза, но при детальном исследовании мы понимаем, что оно имело место. И речь идёт о пророке Ионе. Вы помните, мы как-то с вами одну проповедь уделили исследованию книги пророка Ионы, но мы коснулись больше вводной части, поговорили в целом от этой книги и коснулись первых глав. Сегодня мы больше поговорим с вами о третьей и четвёртой главах этой замечательной книги. Я хочу прежде сказать, вы знаете, вот на первый взгляд кажется, вот читаешь книгу Ионы, всё там исторически, всё там понятно, но на самом деле, я серьёзно скажу, я её очень глубоко исследовал. Это, наверное, одна из самых интереснейших книг Ветхого Завета, да, наверное, и вообще Библии. Потому что там есть очень много интереснейших деталей, без знания которого вообще очень трудно понять, что происходит вот в этой книге. И мы часто задаём вот такой вопрос, как мог Иона, ну, три ночи и три дня пробыть в чреве кита? И для нас это из области фантастики. Но почему-то никто не задаёт себе вопрос, а как это вообще Иона, чужеземец, пошёл в разжебную для его народа страну, проповедовал, и вдруг весь город, начиная с царя, все обратились. И это всё мы приписываем, Бог так поработал, поэтому все там обратились. А почему тогда Бог не всегда так работает? Почему обращаются как раз люди, которых можно посчитать на пальцах? Но мы сегодня не будем вдаваться в эти детали, в эти подробности, я просто вам рекламирую вот эту книгу, чтобы вы серьёзно за неё взялись и исследовали бы её. Но мы сегодня, как проповедь, и как я вам обещал, давайте постараемся взять для себя некоторые такие важные бездуховные и синдуховные уроки и завершить прежде, чем кто-то из вас попытается уснуть. Итак, в целом мы помним эту историю. Бог призывает Иону, чтобы он пошёл в Ниневию проповедовать. И мы это уже рассматривали. Иона убегает от Бога. И в результате что происходит? Оказывается, в чреве кита или морской рыбы. Неизвестно, это что было. Это кит был или неизвестно что. Но что интересно, давайте вот первый вывод, первый урок, который мы можем взять для себя из этого повествования. Когда мы читаем с вами первую главу, вот третий текст. Вот когда Иода убегает от Бога. Вот смотрите. И встал Иона, чтобы бежать в Фарсис, это Испания, от лица Господня. И пришёл в Иопию и нашёл корабль, отправлявшийся в Фарсис. Отдал плату за провоз, вошёл в него, чтобы плыть с ними Фарсис от лица Господа. И ещё интересно, вот пятый текст, последняя часть. Иона же спустился во внутренность корабля. Если мы обратим внимание вот на этот текст в оригинале, то там часто фигурирует вот такое еврейское слово, как «ярат», которое означает «спускаться». То есть, если мы буквально теперь прочитаем с оригинала третий текст, получается, что Иона, который убежал от Бога, спустился в Иопию. С Иопии он спустился на корабль. На корабле он спустился во внутренность корабля. И в самом конце он спустился на дно океана. То есть, какая динамика у нас? Всё ниже, ниже и ниже. И что интересно, что вот это еврейское слово в Священном Писании, когда оно встречается, оно передаёт не только идею физического опускания, но также и духовного опускания. То есть, что происходит с человеком, который пытается убежать от Бога? Что происходит вот в его жизни? Оказывается, в его жизни происходит вот этот процесс. Он не сразу оказался на дне океана. Он начал постепенно спускаться духовно. Он начал постепенно падать, падать, падать и падать. Ну, не может такое быть. Вот вы сегодня набожные, проснулись, и завтра вы грешные, безбожные. Но это может быть спустя определенное время, если вы постоянно деградируете духовно. И вот нечто такое, в принципе, происходит и в жизни пророка Ионы. От кого он убегал? Он убегал, в принципе, от Бога. А почему? Потому что ему не понравилась та весть, которую он должен был передавать. Ему не понравилась вот эта весть. И опуская первую и вторые главы, мы понимаем, что во второй главе вот это морское животное проглотило Иону. Ион оттуда молился, и Бог даровал ему, в принципе, что? Второй шанс. Теперь давайте обратим внимание на нашу жизнь. Вот, допустим, Бог дает нам какую-то весть. И нам не хочется вот эту весть выполнять. Но мы избегаем, мы убегаем от этой вести. Но оказываемся в такой ситуации, что мы все-таки соглашаемся. Господи, да, вот спаси меня, сохрани. И я все-таки, ну, как-то сделаю то, что ты хочешь. Вот скажите, ожидаем ли мы, что Бог все-таки смягчит какие-то обстоятельства или нет? Ожидаем, да? Или вот, например, вы ребенка заставляете, он не хочет это делать, он избегает этого. И он где-то надеется, ладно, давай сделаем, ну, хотя бы немного, ну, там, урезать какие-то требования. А скажите, урезывает ли Бог свое повеление? В третьей главе мы читаем. И было слово Господне Кионе вторично. Встань, иди в Ниневию, город великий, и проповедуй в ней, что я повелел тебе точно. Ровным счетом такое же повеление, какое было до этого. Поэтому Божья весть, она не меняется. Божья весть звучала так. Божья весть будет звучать всегда. Могут поменяться методы, как преподнести Божью весть. Но сама весть, она всегда остается одной и той же. И скажите, соглашается Иона идти Ниневию проповедовать? Соглашается. Но от сердца ли соглашается? Вынуждена. Об этом нам свидетельствует четвертая глава. Вот если бы не было бы четвертой главы, мы бы подумали, ну все нормально. Человек обратился. Человек понял, осознал свою ошибку и пошел в Ниневию проповедовать. Но оказывается, обстоятельства заставили, чтобы этот человек пошел и проповедовал. Но скажите, при таких обстоятельствах можно ли сказать, что у него были налажены взаимоотношения с Господом? Трудно, да, согласиться вот с этим? Потому что мы понимаем, что он не хотел это делать. И для того, чтобы еще раз не оказаться в чреве какой-то морской рыбы, он соглашается идти Ниневию. То есть это какое-то вынужденное действие с его стороны. И мы можем сказать, что если человек что-то совершает вынужденно, даже вот он служит в церкви, но он не хочет служить, но он это как-то делает, но вынужденно делает. Можем ли мы сказать, что у него вот хорошее взаимоотношение с Богом? Ну, если он не хочет вообще ничего делать? Ну, делает вынужденно. Трудно, трудно назвать, что у этого человека идеальное взаимоотношение с Господом. А скажите, а может ли такой человек иметь успех? От Бога зависит. Но смотрите, ни один человек, ни один пророк не имел стопроцентного результата, который имел и он. А если скажем о его взаимоотношениях с Господом, то на данный момент, мы не говорим на протяжении всей его жизни, на данный момент они, в принципе, хромали. Но он имел стопроцентный результат, стопроцентный успех. И отсюда мы тоже можем сделать вывод. Вы знаете, если человек имеет успех, хороший успех, это не всегда показатель того, что у него тесные взаимоотношения с Богом. Не всегда. Проповедник может читать так хорошо, что у всех будут рты открыты. А неизвестно вообще, какие у него отношения с Богом. И совершенно наоборот может быть. Человек может трудиться, 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 а успех мизерный, минимальный. А у него могут быть хорошие отношения с Богом. Почему все обратились, это совершенно другой момент. Это историческая ситуация, исторический фон. Мы об этом сегодня не будем говорить. Но давайте пойдем дальше. Что происходит далее? Вот здесь очень интересный момент. Что говорит Бог? Как Он мотивирует? Почему Иона должен проповедовать? Потому что, обратите внимание, что Он говорит в третий текст. Неневия же была город великий у Бога. Скажите, здесь акцент поставлен на размеры города? Если бы акцент поставлен на размеры города, был поставлен, тогда бы не было бы написано, что Неневия же была город великий у Бога. Просто было бы написано, что Неневия был великий город. Но если великий город у Бога или для Бога, это уже немного другой оттенок приобретает. И оказывается, что то же самое еврейское слово «гадул», которое здесь используется как «большой», оно может означать также «дорогой», «драгоценный». То есть, Бог хочет Ионе сообщить следующую весть, что жители вот этого города, они дороги мне, они имеют ценность для меня, и я хочу спасти этих жителей. С какой вестью Бог теперь посылает Иону? Что должен был проповедовать Иона? Что Бог вас любит. Что Бог хочет, чтобы вы обратили. Что Бог хочет вас спасти, потому что вы представляете в его глазах большую ценность. Что проповедует Иона? Еще сорок дней, и Неневия разрушится. Где там благая вещь вообще? Бог говорит, пойди и скажи им, что они представляют ценность, интерес в моих глазах. Что делает Иона? Никакого шанса. Сорок дней, и вы все умрете. Интересно, он не хотел проповедовать. Его заставили проповедовать. Но раз заставили проповедовать, я скажу то, то, что сам думаю. Нигде в Священописании вы не найдете, что Бог ему сказал. Пойди проповедуй, что через сорок дней Неневия разрушится. Бог с такой вестью его не посылал. Бог посылал его с вестью, что Неневия дорога в моих глазах. И что же происходит дальше? А происходит для него совершенно неожиданное. Потому что он ожидал, что Неневия не раскаются, Неневия не познают Бога. И то, что он предрек, это совершится. Но картина совершенно разная. Все обращаются. И обращаются даже не так, как многие другие. У них даже скот постится. Даже иудеи, когда постились, у них скот не постился. Но настолько весь этот народ смирился, настолько он раскаялся, что Богу пришлось щадить и миловать этот народ. А как реагирует Ион? Четвертая глава, первый текст. Вот почитаем. В синодальном не так видно. Говорит, из Иона сильно огорчился этим и был раздражен. Вы знаете, как написано в оригинале? И было это злом. Великим злом и он раздражился. То есть, для Ионы, что было злом? И не просто злом, а великим злом, как написано в оригинале. Что было злом? То, что Невия покаялась. Вы можете вообще представить себе пророка, который, вместо того, чтобы обрадоваться, что народ обращается, он расценивает это как зло. И что он говорит Богу? Почему я не хотел идти? Потому что я знал, что ты этот народ помилуешь. Он выдает уже свои наберия, он выдает уже свои мотивы. Значит, я не хотел, чтобы этот народ имел право на жизнь. Я хотел, чтобы ты этот народ уничтожил, чтобы ты стер их с лица земли. Но я знал, что ты это не сделаешь. Поэтому я не хотел идти. Как вы представляете себя такого проповедника? Интересный случай, да? Очень интересный случай. Но вот такая ситуация. И после этого, что он просит у Бога? Вот наша тема какая? Мультиматум. Он говорит Богу. А тогда зачем мне вообще жить? Помните? Третий текст, четвертая глава. «И ныне, Господи, возьми душу мою от меня, ибо лучше мне умереть, нежели жить». Вот интересный момент, да? А почему он так забеспокоился? Потому что он сказал, что через 40 дней Неневия разрушится. А он видит, что ныне ведь они раскаялись. И его слова они не исполнятся. Ему стало обидно очень. Очень обидно ему стало. Но почему он не хотел вообще, чтобы этот народ спасался? Это мы и говорили в прошлый раз. Потому что этот народ был на самом деле очень жестоким. Этот народ притеснял именно иудейский народ. И он сказал, если вот есть выбор, лучше я умру, но чтоб я не умерли. Вот такой у него подход был. И далее Бог приходит, смотрите, третий текст, четвертой главы. А, четвертый текст. И сказал Господь, неужели это огорчило тебя так сильно? Или буквально, если в оригинале почитать, для чего ты огорчился? Вот что тебя огорчило? Логический вопрос, который Бог задает Ионе. Отвечает Иона на этот вопрос? Вот Бог приходит и говорит, а почему ты огорчился? Ну, объясни, чтоб я понял. Ну, приведи доводы. Мы не считаем, что Иона отвечает Богу. Почему? Потому что он обиделся на Бога. Потому что Бог не сделал так, как он предсказал. А предсказал-то он не от Бога, предсказал-то он от себя. И что он дальше делает? Вместо того, чтобы ответить Богу, пятый текст. Вышел Иона из города, сел с восточной стороны у города, сделал себе там кущу, и сел под нее в тени, чтобы увидеть, что будет с города. Вы понимаете этот шаг? Он похож вот детский какой-то вот такой шаг. Вот, Господи, вот ты говоришь со мною, да, вот ты задал мне, а я не отвечу, я вообще не буду с тобой разговаривать. Вот я пойду сейчас там сяду и посмотрю. Вот если ты уничтожишь этот город, тогда есть смысл поддерживать взаимоотношения. А если ты не уничтожишь этот город, я, в принципе, на тебя обижу. Интересно, да, звучит? По-детски, да, как-то? И вот интересно, что дальше написано, что Бог произрастил растение, да? Оно поднялось, и это первый случай вот в этой книге, когда Иона радуется. Всегда для него гнев был, раздражение было, зло было, а тут он обрадовался. А чему он обрадовался? Тени обрадовался. Вы понимаете? Для него сейчас там такая ситуация была, такая обстановка. Он обижен был на Бога. И, естественно, тень, она очень приятна, когда солнце палит. Но это не настолько серьезная причина, чтобы забыть более глобальные вопросы, которые произошли у него с Богом, и просто сконцентрировать свое внимание исключительно на тени. Он это расценил просто иначе, что Бог сделал со своей стороны первый шаг по примирению. Значит, следующий шаг, какой он ожидал по ему ультимату? Что Бог уничтожит город. То есть он это оценил. Вот вы поссорились с кем-то, вы поставили ему ультиматум, и видите, что он принес вам какой-то подарок. Дал вот этот человек, которому вы поставили ультиматум. Как вы это расцениваете? Что он сделал? Первый шаг. То есть он пошел на ваши условия. И он поэтому обрадовался. А что происходит на следующий день? Все его планы опять рухнули. Потому что то дерево, которое Господь взрастил, написано, что оно, черви его подточили, и оно высыхает. И опять что он себе просит? Смерти. Оказывается, я неправильно понял Бога. Я подумал, что Он пошел на мои условия. А оказывается, все не так. И вот после этого Господь ему объясняет очень важную истину, очень важную историю. Он говорит, в этом городе живет вот столько людей. В принципе, город на самом деле, он был тоже большим. Но не такой, опять же, вы понимаете, тогда не были такие города, как сегодня, скажем, размером с Москвы, с Нью-Йорком. Они были значительно меньше. Просто Неневи, она состояла из некоторых, верхней и нижней. И если все это вместе взять, он, в принципе, да, он был большим городом. Но здесь вообще не об этом идет речь. Господь здесь говорит, что там живут люди, которые не умеют отличать что? Правой руки от левой руки. И что это означает? А это означает, что эти люди делают со своей стороны все возможное, чтобы я их помиловал. Они даже, скот у них даже постится. И они еще не знают, что сделать, чтобы заслужить мою милость. А ты говоришь, давай погубим весь этот народ. Как завершается эта книга? Мы не знаем. Понял ли Иона урок? Или не понял? Вопрос остается открытым. Но судя по тому, что данную книгу, в принципе, пишет сам пророк, и он представляет себя здесь, в принципе, не в приглядном свете, можно отсюда предположить, что он все-таки осознает. Осознает свою ошибку. У него вообще была нарушена система ценностей. Жизнь языческого человека для него не имела никакой ценности. И в этой книге, как раз вы помните, в первой главе, и вообще вся книга представляет нам какую картину, что Иона желал смерти язычникам, да? В частности, народу Ниневи. Но когда в первой главе корабль тонул, как вам кажется, и когда Иона сказал, вся проблема из-за меня, вот бросьте меня в море, и проблема решится. Язычки взяли его тут же за руки, за ноги, выбросили в море. Вы понимаете, что написано в Священном Писании в первой главе? Но эти люди, 13 стих, первая глава, это после того, как Иона сказал, выбросите меня. Но эти люди начали усиленно грести, чтобы пристать к земле, но не могли, потому что море все продолжало бушевать против них. Они не хотели его смерти, они пытались его спасти в то время, когда он думал о смерти язычников. Поэтому пусть Господь нас благословит, дорогие, чтобы мы бы не ставили бы Богу ультиматум. Вот я готов тебе служить, но ты должен пойти или согласиться с моими условиями. Вы понимаете, условия ставит Бог. Вот если мы хотим с ним служить, ему служить, мы должны с вами соглашаться с его условиями, а не он должен соглашаться с нашими условиями. И иногда нам кажется, да, вот где Бог, вот Богу надо вот сейчас продемонстрировать себя, потому что вот этот человек меня обидел. А Бог молчит. И тогда я говорю, а зачем мне вообще такой Бог? Интересный вопрос. Но что самое страшное в этой истории? Одно дело, когда человек не знает Бога и так себя ведет, а другое дело, когда человек сам признает, что я знал, что ты Бог милосердный, Бог любящий, Бог сострадательный, и вот зная тебя, я не хотел это делать. Поэтому пусть нас Господь благословит, чтобы мы не уподоблялись вот в этом плохом понимании пророку Ионе, но я очень надеюсь, что Иона все-таки осознал всю суть этой картины и понял, что Бог прав. Встанем для молитв. Дорогой наш небесно любящий Отец, мы благодарим Тебя за Твою чудесную любовь, Господи Божия. И на самом деле, возможно, мы не задумываемся, но каждый из нас где-то в глубине души объезжается на Тебя, Господи Божий, когда что-то идет не так, как Он мыслит, как Он того хочет, как Он того желает. И поэтому, Господи Боже, где-то подсознательно мы тоже ставим, возможно, Тебе какие-то ограничения, какие-то условия, что Ты должен действовать именно так и не как иначе. Но мы просим, Господи, чтобы Ты бы открыл наше сердце, наши помыслы, чтобы мы бы осознали, что все люди цены для Тебя, что Ты желаешь спасения каждого человека, Господи Божий, независимо от его национальности, независимо от его статуса, от его положения, Господи Божий, потому что Ты можешь каждого обратить. И даже такой народ жестокий, Господи Божий, что история отмечает его жестокость, даже такой народ обратился к Тебе. Мы, Господи Божий, веряем наши сердца к Тебе и молим, чтобы нам не избегать Твоих повелений, Господи Божий, чтобы нам не убегать от Тебя, потому что бегство, оно чревато последствиями Господи Божия. Оно приводит к духовному падению. Помилуй и помоги, чтобы нам не оказаться на дне ущелья, Господи Божия, откуда очень трудно вернуться. Прибудь с каждым из нас во имя Иисуса Христа. Аминь.